Всем привет, дорогие друзья! С вами Drifit. И это обзор на замечательные часы Xiaomi Mi Band 6. Эти часы были анонсированы в конце марта. И в начале апреля начались продажи. Я их купил на самом старте продаж. И с купоном вместе они мне обошлись в 3200 рублей. Без купона сейчас они на Алиэкспрессе стоят в районе 3400 рублей. Ну что ж, давайте распакуем. Вот шестые Mi Band. Так, скотчик. Вот сама упаковка, сам браслет, зарядка. И здесь у нас инструкция. Вот такая вот маленькая. Так, всё. Давай посмотрим на зарядочку. Так, сделаем проще. Немного варварский, но что поделать. Вот у нас сама зарядочка. Такая вот магнитная. Она примагничивается. Это всё удобно. Питается от USB. Во, красота. Огромный экран по сравнению со старыми часами. Вот у меня сейчас на руке четвёртые Mi Band. Экран гораздо больше. Безрамочный такой. Я вижу, что рамка снизу чуть-чуть больше, чем сверху. Ну, сейчас пока что тут всё на китайском. Характеристики экрана. Диагональ 1,56 дюйма. Плотность 326 ppi. Яркость около 450 нит максимальная. И, в общем, вот такая вот безрамочная красота. Сейчас мы подключимся к приложению. И обновим часы до русской версии. И всё будет по красоте. Мы продолжаем. Я обновил браслет. Теперь на нём стоит русский язык. Вот так вот выглядят стандартные циферблаты. Тут изображается погода. Шаги. Сожжённые калории. Энергия браслета. И такая вот штука. Пай. Пай. Вот такая вот фиолетовая фигатень. Это общий балл, который высчитывается в приложении Xiaomi. Типа, сколько вы прошли шагов, сколько у вас активности и так далее. В общем, такой общий балл оценки вашей жизни. В общем, в Mi Band аж 30 режимов. Тренировок. Напомню, раньше в пятых Mi Band их было 11. А в четвёртых Mi Band еще меньше. Тренировка. Есть бег на улице. В общем, читайте сами. Вот это вот основные сейчас идут. А дальше можно нажать кнопочку «Дополнительные». И тут вот ещё дополнительные мелочи. В общем, на все случаи жизни есть режимы тренировок. Теперь вместо кнопки управляется свайпами. То есть вот я зашёл в тренировку. И вот я таким вот свайпом выхожу. Так что без кнопки можно жить. По поводу зарядки. Часы держат заряд около 14 дней. И здесь есть режим энергосбережения, после которого могут часы протянуть 19 дней. Аккумулятор стоит на 125 мАч. И заряжаются часы полностью за примерно 2 часа. Плюс магнитной зарядки в том, что вот мы просто не снимаем браслета. В отличие от четвёртых Mi Band'ов. Просто не снимаем браслета. Просто вот сюда вот подключаем контактиком. И всё, вот они заряжаются. Вот такая вот новая анимация зарядки. Сейчас вот 45% и показывают время. С зарядкой разобрались. И давайте теперь посмотрим на дополнительные функции. Здесь вот есть вкладка статус. Тут есть вся статистика шагов и так далее. Вот расстояние, калории. Даже считают сколько вам раз напомнили о разминке. Вот как раз таки та штука паи. В которой надо разобраться. И вообще, я считаю, лично для меня эта функция бесполезна. Можно измерить пульс по традиции. В данные часы добавили функцию измерения кислорода в крови. Что обычно у дорогих браслетов. Можно при подключении к телефону видеть уведомления. Можно смотреть прямо на часах историю тренировок. Можно измерить уровень стресса. Mi Band сказали, что я в покое. Ну, в принципе, так и есть. Также на часах можно установить будильник. Посмотреть погоду. Естественно, она транслируется с телефона. Также здесь есть функция Alipay. Но это уже более сложные вещи. Можно управлять музыкой, если браслет подключен к смартфону. Можно посмотреть на время в разных местах. Вот Лондон, Москва. Настройки. Ну и дополнительные функции. В настройках есть много очень разных штук. И все это можно настроить из приложения, где это сделать гораздо удобней. Собственно, на приложение давайте и посмотрим. Вот таким вот образом выглядит приложение. Можно в быстром доступе включить ходьбу, бег или велоспорт. Есть тут быстрая статистика. Можно добавить друзей. И вот сам профиль. Вот у меня тут несколько часов есть. Сами вот Mi Band 6. Можно настроить уведомления. В вибрацию можно настроить. Мониторинг состояния здоровья. Можно включить мониторинг стресса автоматически. То есть часы будут сами измерять в определенное время. Можно включить мониторинг измерения кислорода в крови. И мониторинг пульса. Это все можно включить в настройках. И вот сами настройки браслета. Можно выбрать язык. Здесь есть магазин. Здесь можно выбрать себе какие-нибудь циферблаты. Вот мне, к примеру, нравятся вот эти. Тут даже вот такие вот мелочи можно настроить. По типу цвета самих часов. Я пока вот оставлю вот такой. И вот сейчас установлю и покажу вам. Официальном приложении около 130 разных циферблат. Но, естественно, в Play Market, ну и в App Store, в принципе, можно найти десятки приложений с циферблатами, с другими. То есть выбор, можно сказать, безграничный. Это был обзор на Mi Band 6. С вами был Drifit. Всем удачи и всем пока!